Доброе утро, коллеги! Каждый талант уникален, каждый талант – наше будущее. Под таким девизом в Керчи прошел первый благотворительный конкурс талантов, в котором приняли участие более ста одаренных детей и взрослых. Показать свое творческое дарование могли жители от 7 до 45 лет. В финале состязались 30 конкурсантов в пяти жанрах. Это вокальный, инструментальный, литературно-поэтический, хореографический и оригинальный. Сегодня у нас в студии победители, обладатели гран-при в жанре хореография. Александр Ибриян в номинации «Взрослый» и Александра Музыка в номинации «Дети». Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Я так понимаю, что вы к нам пришли сегодня в своих сценических костюмах, в которых выступали. Для начала я, конечно, хочу вас поздравить с победой, вы большие молодцы. Ну, теперь расскажите про ваши номера, которые вы показывали жюри и зрителям. Саша, давай ты будешь первым. Ну, мой номер никак пока что не называется и не назывался. А стиль у меня хип-хоп. Я хотел, получается, я хотел людям показать, как я танцую, в каком стиле, почему я пришел вообще на проект, решил под русскую музыку танцевать, потому что я все другие номера танцевал под английские. То есть, получается, у вас еще были предварительные этапы, в которых вы показывали каждый раз новый номер, да? Да. А расскажи, почему ты увлекаешься именно хип-хопом? У меня как-то с детства это, вот честно. Я раньше танцевал дома, танцевал везде, танцевал. И узнал, что у нас в городе появился коллектив. Я очень туда захотел, прибежал, меня записали. Я думал, кастинг какой-то будет, но нет. Я очень сильно был рад, прибежал к маме, я говорю, мама, мама, сегодня у нас будет первая тренировка. Она говорит, серьезно? Я говорю, да, первая тренировка бесплатная. Она говорит, хорошо, иди. Я был просто рад этому. Спасибо, Саша. А теперь ты, Сашенька, расскажи про свой номер. У тебя такой красивый костюм, такой яркий. Ты выступала именно в нем, да, в финале? Да. Расскажи, как назывался твой номер, Мускай. Мой номер назывался «Арликина». В нем я испытывала много эмоций, радость, грусть, удивление. Мне сочинил мой номер мой хореограф. Твой тренер, да, твой педагог. Кто еще тебе помогал, кто тебя поддерживал? Меня поддерживала моя мама. Она со мной репетировала трюки дома. Ух ты, даже трюки? Да. Это какие трюки у тебя были в номере? Фляки, перевороты в затяжку, стойка на трех точках. Ух ты, очень здорово. Саша, скажи, сколько лет ты уже занимаешься хореографией, танцами? Я занимаюсь танцами с двух лет. С двух лет. А сейчас тебе сколько? Восемь. Тебе сейчас восемь. Замечательно. Ребята, вот расскажите, какие эмоции вы испытали, когда в числе победителей назвали ваше имя? Все-таки обладатель гран-при – это такое серьезное звание, я думаю. Я, когда назвали мою фамилию и имя, я просто стоял, ничего не понимал. Мне говорят, иди, ты выиграл. Я просто иду и ничего не понимаю, почему я выиграл, как я это вообще сделал. Со мной поздоровались, мне дали грамоту. Я сказал всем спасибо, поблагодарил всех. Сашенька, ты что почувствовала? Ну, я сначала удивилась, а потом обрадовалась. И пошла. Хорошо. Какие трудности у вас возникали в процессе вашего пути к финалу, к победе? Что было сложного для тебя, например, Саша? Ну, мне было сложно делать всякие элементы из танцев. То есть, в принципе, выступать перед большим залом, где много народа, тебе было не страшно? Нет. Ты не боишься публики? Нет, не боюсь. Интересно. Саша, а что для тебя было сложного? Может быть, было много соперников у тебя? Очень много было соперников. Я не знал, что преподнести людям. Надо как-то их было удивить, заинтересовать. И я очень думал над номером, очень долго. Думал, что убрать, что поставить, такое интересное, чтобы было интересно смотреть. А чтобы номер не казался скучным, я пытался делать какие-то трюки. Вот так вот. Саша, расскажи, кем ты хочешь стать в будущем? Уже решила? Я хочу стать или хореографом, или парикмахером. Прекрасный выбор. Я думаю, у тебя обязательно получится стать либо хореографом, либо парикмахером. Ну, хореографом-то точно. Саша, а ты расскажи нам о своих планах на будущее. Ну, я хочу быть хореографом, это уже точно. Я свяжу свою жизнь с танцами. И хочу поехать в Новую Зеландию. Я еще знаю, что ты хочешь принять участие в проекте танцев. Да. Когда это будет? Когда тебе исполнится 18? Тебе же 17 сейчас, да? Да, когда исполнится 18. Хорошо. Я поеду на шоу танцевать. Замечательно. Ребята, спасибо вам большое. Вы молодцы. Я желаю вам новых творческих побед и успехов. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии были обладатели гран-при в жанре хореография в номинации «Взрослые дети». Это Александр Ибриян и Александр Мунин. Музыка в первого городского благотворительного конкурса «Талантливая Керчь». На этом у меня все. Студия, я передаю вам слово. Музыка в первого городского благотворительного конкурса. Музыка в первого городского благотворительного конкурса. Музыка в первого городского благотворительного конкурса. Музыка в первого городского благотворительного конкурса.